Посла России Олега Васнецова вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста. Такая реакция последовала и за решение российских властей открыть избирательные участки в Приднестровском регионе. Премьер-министр Дарин Ричан заявил, что молдавское государство необходимо уважать. По мнению МИДа, проведение президентских выборов на территории, которую правительство не контролирует, является актом подрыва суверенитета и территориальной целостности. Васнецов, в свою очередь, сослался на соблюдение права на голосование. Огромное количество обращений поступило в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в Министерство иностранных дел Российской Федерации, в посольство тоже, с просьбой обеспечить законное право на воле изъявления. Центральная избирательная комиссия и Министерство иностранных дел приняли такое решение. И совместно с администрацией Министровья было открыто место участка. Конечно, не в таком количестве, как это было в минувшие годы. Посол заявил, что на территории Молдовы проживают около 250 тысяч россиян. Тех, кто находится в Кишиневе, Васнецов призвал прийти голосовать в воскресенье на участок, расположенный на территории ДИП-представительства. На другие вопросы отвечать не стал. Государство Республика Молдова всегда требует уважения. И, соответственно, это означает уважение к гражданам Республики Молдова. Будет ли открыто шесть участков? Государство Республика Молдова действует там, где обладает контролем. И мы не допустим нарушений на территории, контролируемой конституционными властями. По итогам беседы с Васнецовым, МИД сообщил, что российскому послу передали ноту протеста по поводу открытия избирательных участков в Приднестровском регионе. Министерство подчеркивает, что Россия нарушает нормы и принципы международного права и подрывает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. Ведомство продолжит оценивать ситуацию. Ранее МИД разрешил открытие только одного избирательного участка для выборов президента России на территории посольства в Кишиневе. На голосовании 2018 года граждане с российскими паспортами могли проголосовать на 24 избирательных участках на левом берегу Днестра. Отметим, электоральное мероприятие в России пройдет с 15 по 17 марта. Очередной виток напряженности в дипломатических отношениях Молдовы и России обсудим с экспертом по вопросам безопасности Андреем Курараром. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Розовик. Я благодарю вас. Спасибо вам за включение. Давайте начнем с того, что изначально было известно, что Кишинев дал добро на открытие одного участка в Кишиневе. Сегодня посол сослался на огромное число обращений в российский ЦИК. Скажите, было ли ожидаемо, что решаться открыть участки в Приднестровье, несмотря на запрет Кишинева? Это абсолютно ожидаемо, так как мы видели практику до сих пор. Это было на выборах Путина около 27 всего участков, а на выборах в Госдуму уже около 30 участков, из которых стабильно в Республике Молдова открывались только три. Остальные открывались в Приднестровье. Понятно, что российская сторона не уважает позицию официального Кишинева и считает, что может сама решать, открывать или не открывать такие участки. Хотя косвенно можно подтвердить, что их намного меньше, чем было раньше. То есть тренд был на укропнение, на большее число, а сейчас их будет только шесть. Примечательно, что посол Васнецов заявил еще одну такую вещь, а именно право голоса не может быть ограничено ни в одной стране, так как этот факт записан в Конституции и других нормативных актах. Вот что Кишинев может сделать в этой ситуации в юридическом поле? Ну, уже была подана официальная нота протеста. Это серьезный юридический акт, после которого, если не нормализуются отношения, могут быть другие дипломатические меры приняты, вплоть до выдворения некоторых дипломатов, как было в случае скандала с техническим прослушиванием граждан Республики Молдова. Но я думаю, кроме этого, очень хороший эффект данной ноты был по линии международного освещения. Мы зафиксировали более 60 упоминаний об этом случае в международной прессе, в том числе и института по студиям войны. И в Турции, и в Тайване, в разных странах говорят об этом случае. А ГЛАСКО – это, по-моему, самое главное, что можно сделать в таких условиях. Вы знаете, эти события происходят и так в довольно напряженном контексте, учитывая недавний съезд депутатов Приднестровья, поездку Башкана в Россию. По-вашему, чего ожидать дальше? Следующий этап связан с тем, насколько эффективна будет эта мера, связанная с налоговым кодексом. И по нормализации ситуации с теми экспортами, которые происходят из Приднестровья. После этого возможен виток напряжения в декабре, когда заканчивается контракт по поставкам газа. Насколько захочет Украина продолжать поставки газа для Приднестровского региона. Понятно, что без воли Кишинева это не будет. И Кишинева тут имеет еще один рычаг влияния на Приднестровье. Так как мы, хотя мы импортируем электроэнергию, которая сделается из этого газа, также нам приходится эти деньги, которые Приднестровье не платит, брать на себя в каком-то хотя бы символическом смысле. Надо понимать, что Приднестровье используется на международном уровне как фактор давления на Республику Молдова и как элемент того, что мы не являемся настолько серьезным партнером, как могли бы быть, так как у нас есть этот конфликт. Но линия на реинтеграцию, линию на нормализацию или на переход Приднестровья под законодательство Республики Молдова уже проведена. Андрей, еще хочу вернуться к теме самих выборов в России. Вы знаете, после смерти Алексея Навального заговорили о непризнании результатов этого голосования международным сообществом. Как вы оцениваете шансы, что такое может произойти? Я думаю, что большие игроки на международном поле не смогут не признать президента. Я думаю, нет там большого секрета, кто станет следующим президентом. Но его могут считать... Вопрос в легитимности именно. Как считают, например, президента Белоруссии. Минус в том, что нету кандидата альтернативного, как в случае Тихановской, которая может представлять потом оппозиционную Россию или альтернативную Россию. Те голоса, которые могут пойти за Дованкова, так называемого кандидата против войны, который остался, я думаю, будут намного меньше, чем ожидаемы. Проблема не в легитимности или нелегитимности выборов. Это не является выборами в принципе. Это электоральные события, по подтверждению Путина в президенты. Мы видим виток от авторитаризма, больше даже тоталитаризм, даже в связи с убийством Алексея Навального. Я поняла. Будем следить за темой обязательно. Андрей, благодарю вас снова за включение, за интересную беседу. Всего доброго. До свидания.